Когда вы едите бургер, держите его обеими руками и при этом ваши мизинцы должны находиться снизу бургера, тогда точно ваша булочка не развалится в руках, как это часто случается. В случае же с пиццей, чтобы начинка не слетела с теста, нужно всего лишь немного подогнуть концы у основы кверху. Ну и раз уж речь зашла о пицце, то мы расскажем вам, как правильно ее греть, ведь многие это делают неправильно. Вместо того, чтобы разогревать кусочек в микроволновке, сделайте это на сковороде, тогда тесто останется хрустящим, а сыр разогреется до нужной кондиции. Если же у вас на это нет времени, то хотя бы поставьте в микроволновку вместе с пиццей стакан воды. Это позволит вернуть свойства пиццы, приближенные к первоначальным. Привет, с вами канал Фактория. Не стоит сушить стаканы и бокалы вверх дном. Да, вся вода быстро вытечет, но не сможет испариться, что придаст посуде неприятный запах. Сушите их на боку, а оставшуюся влагу удалите полотенцем. Не держите бокал за чашу, так ваш напиток начнет нагреваться от тепла руки. Чтобы избежать этого, попивайте свой коктейль, взявшись за ножку. С пивными бутылками схожая ситуация, именно для этого у них и делается такое вытянутое горлышко, за которое и нужно на самом деле держать, чтобы избежать быстрого нагрева содержимого. Случалось ли у вас такое, что нет времени ждать, поэтому вы бросали стеклянную бутылку в морозилку в надежде, что так она быстрее охладится. На самом деле сначала нужно обернуть ее влажным бумажным полотенцем, чтобы процесс ускорился. Если необходимо, чтобы охлажденные напитки были поблизости, когда вы соберетесь компанией, наполните миску с водой и льдом в пропорциях один к одному и добавьте туда две столовые ложки соды на каждый литр. Благодаря этому напитки охлаждаются в считанные минуты. Когда пользуетесь своим смартфоном, держите его так, чтобы не требовалось сгибать шею, а нужно было лишь опустить глаза. Так нагрузка на ваш позвоночник уменьшится в пять раз, что предотвратит возможное появление болей в спине. Вы когда-нибудь задавались вопросом, для чего вместе с костюмами идут эти кусочки ткани с пуговицами? Нет, это не заплатки. Они для того, чтобы вы могли проверить, как поведет себя образец во время стирки и не испортили свой костюм в случае чего. Слишком большое количество геля для душа и частое его использование приносит вред вашей коже, пересушивая ее. Так что периодически отказывайтесь от них, используя только чистую воду. Для тех, кто до сих пор верит в то, что синяя часть ластика способна устранить следы ручки, рассказываем. На самом деле она точно так же, как и красная, предназначена для карандаша, но только для плотной бумаги. Чтобы эффективно почистить зубы, не стоит выдавливать пасту на всю площадь щетки, только потому, что это выглядит красиво и так делают в рекламе. Будет достаточно и небольшого количества пасты. Многие до сих пор не знают, что отверстие в язычке, за которым мы открываем банку, предназначено для соломинки. После открытия верните язычок в исходное положение и вставьте в него трубочку для того, чтобы она оставалась неподвижной. Заколку-невидимку необходимо цеплять ребристой стороной к голове для того, чтобы она крепче держала волосы. Но большинство девушек до сих пор об этом не знают и крепят невидимки неправильно. Простой секрет для поваров. Чтобы не мучиться при чистке вареного яйца, необходимо добавить в воду одну чайную ложку соды перед началом варки. Тогда скорлупа будет легко отходить от белка. Как часто у вас случалось, что большая порция пищи не прогревалась в середине при использовании микроволновки? Чтобы избежать этого, разложите еду в виде кольца по тарелке и тогда все будет нагрето равномерно. Если вы хотите скрыть какую-то надпись, просто напишите поверх нее другую фразу. Это будет намного эффективнее, чем множество раз зачеркивать слова линиями. Скорее всего, у многих под раковиной творится полный хаос. Все может исправить одна лишь перекладина, на которую можно повесить все моющие средства, которые занимают много места. Не пейте кофе сразу после пробуждения, иначе его эффективность со временем сильно упадет. Ученые рекомендуют пить кофе через 3 часа после того, как вы проснулись. Исследования показали, что после сушки рук в общественном туалете количество микробов на них только увеличивается. Так что безопаснее использовать бумажное полотенце. Для того, чтобы не расплескать сок по всему столу, когда вы его наливаете, нужно держать упаковку горлышком вверх, тогда струя сока будет равномерной и не создаст лишних неудобств. В следующий раз, когда будете нарезать хлеб, переверните его, ведь удобнее резать по ровной поверхности, которая к тому же позволит избежать того, что хлеб мнется под давлением ножа. У большинства ковшей есть отверстие на конце ручки, и оно предназначено не только для того, чтобы вешать ковш на крючок, но также и для ложки, которой вы периодически помешиваете при готовке. Все это время вы неправильно отрывали стикеры с упаковки. Отрывайте их сбоку, а не снизу, иначе стикер будет прилипать ненадолго, потому что приобретет изогнутую форму. Вместо того, чтобы резать помидоры черри каждой отдельно, просто зафиксируйте сразу несколько помидорок между двумя тарелками и порежьте сразу все одним движением. Одноразовый пакетик с сахаром, по задумке создателей, нужно ломать пополам, а не надрывать его сбоку. Это позволит высыпать абсолютно все содержимое и избавит вас от случайного просыпания мимо чашки. Немногие в курсе, что одноразовый контейнер для китайской еды нужно развернуть. Так он будет больше похож по форме на привычную нам тарелку, из которой есть намного удобнее. Для того, чтобы избавиться от пластиковой стяжки, не нужно искать нож или ножницы, ее легко можно открыть, отодвинув язычок у отверстия и вытащив стяжку из замка. Простой способ есть жареные куриные крылья, не пачкая все вокруг. Для этого отломите небольшой кусок крыла, где виднеется маленькая косточка. Затем покрутите эту косточку и аккуратно вытяните ее, после чего проделайте то же самое и с большой костью. Готово! Теперь у вас абсолютно цельный кусок мяса. Полки на дверце холодильника – это самый теплый его участок, так что старайтесь не хранить на них молочные продукты, а лучше кладите туда соусы, которым не требуется сильное охлаждение. Не очищайте чеснок, если собираетесь давить его специальным прессом, потому что вся шелуха и так останется внутри, а вы сэкономите время, не проделывая ненужный процесс. Ящик, расположенный под духовкой, вовсе не предназначен для хранения в нем посуды. Он был задуман для того, чтобы сохранить еду теплой, поместив ее в этот отсек. В некоторых же плитах он и вовсе работает как отдельный инструмент для готовки. Не мучайте себя чисткой блендера в раковине. Просто добавьте в него горячей воды и моющего средства, затем включите, после чего ополосните все чистой водой. Ученые выработали максимально эффективное использование посудомойки. В центре расположите тарелки из-под каши или макарон, а по бокам посуду с белковыми загрязнениями, например, из-под мяса. Чтобы получить более нежный и пышный крем, используя миксер, охладите венчик и миску, в которой будет взбиваться продукт в морозильной камере. Не стоит проверять готовность блюда, используя пароварки и мультиварки. Каждое открытие крышки сбивает четко настроенную техникой температуру, необходимую для приготовления за указанное время. Не чистите молодой картофель перед приготовлением, ведь вся его польза сосредоточена в кожуре. В ней сконцентрировано основное количество калия, железа, фосфора и витамина С. Используйте салфетки для снятия макияжа, только когда рядом нет воды или очищающего средства. Салфетки часто сделаны из материала, который высушивает кожу и вызывает раздражение. Маски для лица необходимо смывать до того, как они высохнут, в противном случае средство начнет высасывать влагу из кожи. Не запрокидывайте голову и не ложитесь на спину при носовом кровотечении, необходимо держать голову прямо, чтобы ускорить снижение давления. Открывайте одноразовые сливки, потянув за язычок. Это создаст небольшое отверстие, через которое наливать намного проще, чем если открыть всю упаковку целиком. Пробейте колющим предметом одну из трех черных точек, которые находятся на боковой части кокоса для того, чтобы вставить туда трубочку и пить. Для того, чтобы расколоть кокос, мысленно проведите окружность посередине между краем кокоса и его центром и обстучите по воображаемой линии. Отверстие в ложке для спагетти нужно для того, чтобы заранее отмерить порцию на одного человека. Храните бананы в холодильнике в разделенном виде, при этом обернув каждый хвостик пищевой пленкой, так они дольше не будут портиться. Чтобы не лить слезы, пока нарезаете лук, сбрызните на разделочную доску лимонным соком перед тем, как начать резать. Также используйте лимон для приготовления рыбы на гриле. Это не даст ей подгореть и придаст отличный вкус. Для того, чтобы почистить имбирь, не используйте нож или овощечистку. Проще всего справиться с такой формой обычная ложка. На крышке тик-така есть специальное ложе, в которое драже выпадает без особых усилий, так что не нужно больше судорожно трясти коробочку, чтобы достать конфетку. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал Фактория и смотрите другие наши видео.